В Гомеле прошел первый инженеринг-джем, тихо-катон социально значных проектов. Объединенные агульные идеи студенты и сотрудники IT-компании собрались разом, каплиторально за два дня распрацовать основу мобильных додатков, корыстных для жахаров Гомельского региона. Туризм, клопот о бездомных живелах, детская безопасность и юридическая справа – вот темы, с которыми работали программисты. В эпицентре «Креатива» побывал наш корреспондент Евгений Кухаронак. За инициативой провести перших хакатон социальных проектов, региональный офис компании «ЭПАМ» звернулся у гомельский облывыконкам. Идею подтримал губернатор в области Геннадь Соловей, был сформированный спектр актуальных проблем, за вращение яких и взялись программисты. Нам предоставили гораздо более широкий спектр проблем, из которых мы отобрали самые приоритетные, самые важные, и которые сегодня в рамках хакатона мы попытаемся решить. На открытии хакатона старшиня облывыконкамы Геннадь Соловей отзначил, что такая инициатива – добру укладу развитию концепции разумного города и безопасного проживания у им. Губернатор подкреслил, что корыстные и инновационные пропановы зауседу будут подтриманы из боку мясцовых уладов, а разом с тем выказал надею, что такие мероприемства станут постоянными. Первый хакатон собрал 50 удельников, из которых склались 10 команд – студентских и профессийных. Задача створить прототип мобильного додатка по теме одного из четырех проектов. Туристичный доведник по Гумельской области, база даденных для бездомных живел, навігатор для школьников, ті программа отправки заявок на адвокатскую допомогу. Приложения должны быть в первую очередь современными и удобными для пользования любым использователям. То есть это, чтобы в любом возрасте человек мог пользоваться этим приложением, как ребенок, так и уже люди престарелого возраста. Также приложения должны поддерживать различные языки. Даред же и иншие важные темы так само не застанутся поза увагой до мовленостей, а в супрационнистве уже складены. Когда поступило предложение по совместному сотрудничеству, мы совместно с общественной организацией инвалидов обсудили пути возможного сотрудничества, наметили определенного направления. Это и по безбарьерному доступу, и приложения, которые помогут лучше ориентироваться лицам, которые имеют нарушение слуха или зрения. Обсудили наши предложения с руководством ПАМа. Я выражаю надежду, что все наши начинания будут реализованы. Подчас первого хакатона социальных проектов на математическом факультете ГДУ открыли обновленную лабораторию ЭПАМ. Тут будут проходить занятки, тренинги и встречи с ведомыми у IT-сферы особами. Треба означать, что Амаль Палова, выпускников IT-специальностей, размярковывается у компании резиденты Парка высоких технологий. Я считаю, что это сотрудничество основополагающее. Почему? Потому что ребята у нас не только проходят обучение в рамках учебного процесса, но в совместных научно-исследовательских лабораториях, одну из которых мы сейчас модернизировали и заново открываем с фермией ПАМ-Системс, проходят дополнительные тренинги, ребята сдают экзамены, спецкурсы и получают сертификаты ведущих компаний мира. После обороны проектов эксперты вызначили одразу двух переможцев. Студентская команда ГДУ имя Франциска Скарлина распрацавала прототип мобильного додатку для беспешного перемещения детей в городе. Азначили и удельника профессионала у сферы IT, який працавал над туристичным доведником Пагомельской области. При взглядацких симпатии отримала команда компании ЭПАМ, яка распрацовывала веб-додаток для отримания адвокатской допомоги. Об обязательстве реализовать проекты на справе и сделать готовый продукт взяла на себе компания ЭПАМ. Причем, корыстные мобильные додатки будут сделаны на безвыплатной для региона основе, в той час, как обычный кошт подобной распрацовки стартует от 5-10 тысяч долларов.